Японца встречают нового императора свадебным бумом и подарками. Японца встречают нового императора свадебным бумом и подарками. 10.6. РИА-НОВОСТИ, КСЕНИЯ НАКО Праздничные мероприятия в честь наступления эпохи Рэйва в Токио, Япония. РИА-НОВОСТИ, КСЕНИЯ НАКО Праздничные мероприятия в честь наступления эпохи Рэйва в Токио, Япония. Токио, 1 мая. РИА-НОВОСТИ, КСЕНИЯ НАКО Спасибо за все, что было в Хэйсэй, и до встречи в Рэйва такими словами, переделав обычное предновогоднее приветствие, стали обмениваться японцы при прощании в последний месяц правления императора Акихита. Накануне он официально отрекся от престола в пользу своего сына Нарухита. Как Япония подготовилась к вступлению в новую эпоху Рэйва в материале Рия Новости. В 2016 году ныне Его Величество почетный император Япония Акихита, отец нового императора, дал понять, что хочет передать престол наследнику. Но закон об императорском доме и конституция страны предусматривают престола наследия только после смерти действующего императора. Потребовалось почти три года, чтобы эксперты и законодатели смогли создать юридическую базу для осуществления этого желания. Восемь часов. Подайте на короля. Во сколько подданным обходится монархия? 30 апреля состоялась церемония, в ходе которой император Акихита ушел с престола. В полночь закончилась эра и в управлении Хейсей началось новое правление Рэйва, что означает красота и гармония. Только радость. На здании магазина электроники в центре Токио от верхнего этажа вниз спускаются два гигантских транспаранта. Спасибо, Хейсей. Поздравляем, Рэйва. Рэйва таково название новой эпохи, которая начинается в Японии в среду с момента восшествия на престол наследного принца Нарухита. Выбор иероглифов для новой эпохи вызвал неоднозначную реакцию. О том, что первый иероглиф Рэя означает не только приказ, но еще и красивый и добрый, большинство японцев узнало только после разъяснений премьер-министра. Тем не менее, за месяц, прошедший после объявления нового названия, Япония успела к нему привыкнуть и начать активно готовиться к новой эре. Рея новости. Екатерина Плесункова. Праздничные акции и скидки в честь наступления эпохи Рэйва в Японии. Рея новости. Екатерина Плесункова. Праздничные акции и скидки в честь наступления эпохи Рэйва в Японии. Обычно смена правления императора всегда вызывает смешанные чувства Это скор по усопшему императору и радость в связи с началом новой эпохи Сейчас же случай речайший мы можем радоваться Так как никто не умер Император Акихита жив и просто уходит на покой На его место приходит наследный принц Рассказал агентству специалист по истории и культуре Японии Айитимия Сира 4.58 Новым императором Японии стал Нарухита Шанс заработать на смене эпох За апрель в Японии возникло 73 компании Которые решили использовать девиз правления Рейва в своем названии Магазины наперебой предлагают так называемые мешки счастья Бумажные или пластиковые пакеты с набором подарков В первый день первого года Рейва 1 мая в муниципалитетах ожидается наплыв молодоженов Решивших оформить брак в эту историческую дату Использовать начало эпохи как бизнес Сладости с надписью Хэйсэй и Рейва или сделанные по такому же принципу популярные пирожные макарон 2.46 биография 126 императора Японии Нарухита японцам предлагают приобрести набор для каллиграфии С помощью которого можно научиться красиво писать кистью иероглиф Рейва на поздравительных открытках Рекламные постеры банка предлагают оставить в Хэйсэй оплату через банкомат и перейти в Рейва электронных платежей И даже компания Nestle не осталась в стороне, выпустив к знаменательной дате HitCat из черного и белого шоколада, символизирующих, по-видимому, две эпохи С надписью поздравительной и традиционной символикой в виде сосен и веоров Шоколад был раскуплен в считанные часы Служители буддистских и синтаистских храмов весь апрель от руки писали слова Первый год Рейва на листках памятной бумаги со штампом, которые паломники и туристы возьмут с собой на память Вчера, 18.44, в Японии наступила новая эпоха в национальном летоисчислении Пока страна отдыхает После восшествия на престол 1 мая новый император Нарухит сразу приступит к своим обязанностям Пока его подданные по решению правительства будут отдыхать еще целую неделю Ему предстоит почти ежедневное участие в ритуальных церемониях и докладах своим божественным предкам о восшествии на престол до середины мая Затем ему нужно будет подготовиться к церемонии, аналогом которой при всех отличиях можно считать коронацию у европейских монархов Объявление себя императором перед народом и появление перед подданным в открытой машине Парад состоится 22 октября Вчера, 14.54 все могут короли, монархи, отрекшиеся от престола Субтитры создавал DimaTorzok